В средствах массовой информации еще вчера появились слухи об ответных мерах на ведение странами Запада ценового потолка на российскую нефть. И, судя по сообщениям, в нем есть пункт о запрете продажи нефти странам, присоединившимся к данной инициативе. И уже на этих слухах черное золото поднялось чуть выше 80 долларов за баррель. Пойти дальше пока не получается. По той простой причине, что все это лишь слухи и рынок явно ждет официального документа. Тем более, что среди озвученных средствами массовой информации мер нет запрета на продажу нефти странам, поддерживающим ценовой потолок через страны-посредники. Если данный пункт будет присутствовать, то нефтяные котировки незамедлительно устремятся как минимум к отметке в 90 долларов за баррель. Судя по тому, что в средствах массовой информации просочилась хоть какая-то информация, уже в скором времени будут сделаны официальные заявления. Вполне возможно, что до конца текущей недели. Так что рынок явно замер в ожидании и только что-то сверхъестественное будет способно его сдвинуть с места. Итак, мы видим, как фьючерсы на нефть марки Brent в ходе спекулятивного скачка активности преодолели уровень 80 долларов за баррель. Этот шаг привел к локальному росту объема длинных позиций на рынке. Стабильное удержание цены выше контрольного уровня вполне может привести к новому циклу роста. Однако в данный момент на котировку может оказать давление информационный новостной поток. Как только появились слухи об ответных мерах Российской Федерации на введение потолка нефтяных цен, доллар поднялся чуть выше 63 рублей, тем самым выйдя из диапазона между уровнями 62 и 63 рубля. Ответные действия Москвы в любом случае порождают некоторую неопределенность и неразбериху и могут перетрясти всю конфигурацию мирового рынка энергоносителей. А в условиях неопределенности рубль всегда дешевеет, так что уже в ближайшее время доллар наверняка будет пытаться подрасти до уровня 65 рублей. Но постепенно ситуация стабилизируется и многие моменты станут более понятными. После чего начнется оценка экономических результатов. Если действия Кремля приведут к росту цен на нефть, что скорее всего. А между тем, сегодня трейдеры ждут и итогов заседания ФРС. Более сильное, нежели ожидалось, снижение инфляции в Соединенных Штатах привело к заметному ослаблению доллара, а также и росту золота. Что стало очередной демонстрацией обратной корреляции между долларом и желтым металлом. Теперь все внимание рынка будет приковано к сегодняшнему выступлению Джерома Пауэлла по итогам последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Несмотря на неизбежное снижение темпов роста процентных ставок, итоги заседания могут сильно разочаровать инвесторов и запустить процесс укрепления американской валюты. Вполне возможно, что американский регулятор продолжит повышать ставку рефинансирования вплоть до середины будущего года и держать ее на столь высоком уровне вплоть до 2024 года, тогда как сами рынки ждут первого снижения как раз в середине будущего года. А если Джером Пауэл хотя бы намекнет на подобное развитие событий, то золото сразу же начнет активно дешеветь и двигаться в направлении к 1700 долларов за тройскую унцию. Пока же фьючерсы на золото проявляют спекулятивную активность на фоне публикации данных по инфляции в США. Вследствие этого актив в моменте подскочил в стоимости практически на 2%, достигнув значения в 1824,5 долларов. Несмотря на технические сигналы о перекупленности актива в краткосрочных временных периодах, восходящий настрой все еще имеет место на рынке. По этой самой причине возвращение цены выше уровня в 1820 долларов вполне может привести к новому видку роста. Что касается нисходящего развития сценария, то стоит рассмотреть по обстоятельствам в плане теханализа удержания цены ниже отметки в 1805 долларов, может локально вернуть цены ниже отметки в 1800 долларов. Дальнейшие шаги вновь будут зависеть от информационного потока и рыночных спекуляций. А на этом у нас пока все, мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!